Прозвучало? Да, прозвучало. Наша знаменитая на всю страну заставка и теперь мы можем приступить к первой части нашей программы. Проэт, мальчики, девочки, дамы и господа, наша непревзойденная парфюмерная дружина. Вот уж где для меня важно не количество, а качество. Самые прям лучшие люди собрались в нашей парфюмерной дружине. Сейчас там 298 человек, возможно, пока я снимаю ролик, станет все 300. Респект, уважуха, ребят. Я не знаю даже, как выразить свое почтение. Вы лучшие, в общем. Итак, тема. Люкс или ниша? Ниша или люкс? Сразу скажу, что здесь я флаконами никакими вертеть не буду перед камерой. Соответственно, вы можете спокойно оставить звук и мыть посуду. Под это видео. Просмотр засчитан, лайкосы ставим и поехали. На самом деле, кроме люкса и ниши, также существует понятие масс-маркет и некое селективы. Вот что касается селективов, я сразу скажу, я вообще не понимаю, кто его придумал, для чего. Мне кажется, только в России такое понятие существует селективы. Что такое селективы? Селекция. Ну, это значит отборный какой-то, да? В переводе с английского. Мне сразу на ум приходит либо под сад, где какие-то растения, овощи, фрукты с особыми характеристиками селекцию производят. Вот селективы. Либо же животных выводят определенную породу. У меня Гагарин, вы знаете, ориентальной породы. Ее вывели с использованием сиамских, у которых экстремальные какие-то характеристики. Выражены вот эти уши огромные, длиннющие лапы, длиннющее тело. Их смешали с домашними кошками, чтобы получить окрасы совершенно невообразимые. Другие у меня вообще он там серый с белыми пятнами беспорядочными, да? Вы знаете. И зеленые глаза. Ну, вот то есть животные и растения. Что такое селектив применения к парфюму? Я не понимаю селектив. Ну, знаете, попахивает какой-то дискриминацией какой-то селектив, отборная. Ну, у любого бренда могут быть отборные парфюмы. К этому мы еще вернемся. Масс-маркет что такое? Это, ну, это для меня лично ароматы от каких-то спортивных брендов. Adidas, Puma и так далее. Они недорогие. Главный признак масс-маркетного парфюма, он недорогой. Цену здесь сложно называть, потому что я надеюсь, что мой ролик будут смотреть и спустя 10 лет. Поэтому, если я скажу, что 800 рублей, то через 10 лет, возможно, будет 8 тысяч. Кто знает, в нашей стране ничего исключать нельзя. Какие-то автомобильные, возможно, даже бренды. Хотя там спорно, есть вот какие-то такие непонятные градации ароматов, где сложно отнести к тому или иному сегменту. Вот, допустим, Феррари. У Феррари много ароматов каких-то Скудерия, каких-то Феррари Пухом, классических и прочих вариаций. Также есть, допустим, Эссенция Ди Феррари. Ну, к примеру, Ууд, Эссенция Ууд, Эссенция Лэддер и так далее. Нобл Фиг, тот же самый любимый многими из моих подписчиков. Брайт Нироли. К какому сегменту отнести их? Не совсем ясно. Потому что они вроде как и не люкс, и вроде как и не ниша. Ну, в общем, ладно. Не буду вас запутывать. Скажу так. Вот самое главное. Люкс и ниша. Чем они отличаются? Люксовые ароматы принято. Принято. Люксовыми ароматами считать те, которые от домов... Масло масляное, да? Люксовые ароматы. Это ароматы, произведенные домами, которые в то же время производят какую-то одежду, аксессуары, обувь, неважно. И вот парфюмерия, это их какой-то побочный заработок. К примеру, Диор тот же самый, Шанель. Версачи, Армании и так далее. Ниша же... Забегу немножко назад. Почему я вообще решил снять этот ролик? Сегодня вот в дружине, в нашей замечательной, не менее чудесный подписчик Максим С. Макс Пруэт задал вопрос, а почему Герлен, дом Герлен считают люксовым? Ведь он же по всем признакам нишевый. Так вот, основной признак, я повторюсь, отношение к ниши, ну, парфюмерного производства того или иного бренда, это то, что бренд не производит ничего, кроме парфюмерии, ну и косметики. Герлен вроде не производит ничего, кроме парфюмерии и косметики, но при этом он считается люксовым. Также к подобным брендам я могу отнести и Ланком, тоже парфюмерия и косметика, но все равно считается бренд люксовым. То же самое можно сказать про Шесейда японский, который тоже вроде как, я могу, конечно, ошибаться, но производит парфюмерию и косметику, но при этом это не ниша в полном понимании этого слова. У меня этот ролик зрел давно, я давно уже думал, что надо-надо, вот сегодня день настал, и я тогда ответил Максиму, что нужно, чтобы несколько признаков нишевости, они совпадали как бы. Одного признака, что бренд не производит ничего, кроме ароматов и косметики, этого признака недостаточно. Также нужно, чтобы бренд имел лимитированную дистрибьюцию, вот в этом весь смысл ниши, лимитированная дистрибьюция, ниша, вы понимаете, что такое ниша? Это вот отделение какое-то, где-то в шкафу, там, в квартире, это вот то, что не для всех доступно, это область такая, в которую не всем есть доступ. Соответственно, лимитированная дистрибьюция, то есть они не представлены во всех интернет, ну, интернет ладно, интернет-то магазины в 21 веке живем, сами знаете, что они что угодно раздобудут, и они успешно этой нишей торгуют, но не во всех сетевых магазинах, допустим, да, ароматы бренда представлены. Далее, рекламы практически нет, это тоже. Еще один признак, очень маленькие объемы производства, то есть не на весь мир. А что касается рекламы, я имел в виду, что нету плакатов по всему городу с Джонни Деппом, и по телевизору каждые пять минут не гоняется реклама с этими волками дикими, и так далее. Вот, это люкс, считается. Диор Саваш, я на тебя смотрю. А те, которые не рекламируются, у которых маленькая дистрибьюция, которые мало где доступны, вот это и есть ниша. Но дело в том, что в наше время понятия люкс и ниша, они очень размыты. И ниша может иметь множество признаков люкса. К примеру, и дистрибьюция такая вот обширная, и... Как это сказать-то? Ну, она много где представлена, короче говоря. И какая же это ниша, которая есть везде? Спросите вы меня. В том-то все и дело, что все запутано. Например, взять тот же Том Форд. Он типа ниша, особенно вот... Причем Том Форд изначально как что-то нишевое задумывался. Насколько я себе это представляю. Но у него есть обычная линейка. Это Black Orchid, и Том Форд for Man, и вот там много чего. Я в Форте не спец. Но знаю, что есть вот эти ребристые флакончики. Это типа люксовые издания. А те, которые в квадратных, которые в драмингах, тех же самых под 250 миллилитров, вообще в квадратных флаконах, с квадратными крышками, это типа, ну, нишевые такие вот издания. Но возьмем того же Тома Форда. Но он считается хоть и нишей, но он представлен... Вот, ребят, я в Новосибирске живу, у нас в любом сельпо. Завались этого Форда на любые вкусы. Вот заходишь в какой-то торговый центр на площади, где бомжи, где все вообще грязь, срач. И там заходишь в павильон, где мясо здесь на соседнем прилавке продают. Еще в соседнем ларьке фейки продают. ОАЭ, типа, да, которые по 700 рублей Крит Авентус. И еще в соседнем парфюмерный отделчик, где Том Форд. Вроде как вот нишевая штука, и ценники там вообще не добрые. Но при этом он везде есть. Можно его отнести к нише? Я скажу, да, можно, но весьма условно. То есть только из-за ценников, я думаю, в данный отрезок времени, 20-21 год у нас на дворе, только из-за ценников. Все. И в то же время люксы, о которых я сказал, Герлен, Ланком, Шесейда, они вроде как и... У них дистрибьюция огромная, у них цены приемлемые, они есть везде, у них есть реклама, но дом ничего не производит, кроме ароматов. Вот они нишевые или нет? Скажу, да, нишевые, но опять же условно, с поправкой на вышеназванные критерии. И самый главный вопрос, что же лучше, люкс или ниша? Ответа на этот вопрос быть не может, потому что, во-первых, все дело вкуса, во-вторых, те парфманьяки, которые уже прошли огонь в воду, медные трубы, я, может быть, не прошел медные трубы, но я достаточно напробовался нишевых каких-то ароматов, и чем старше я становлюсь, чем вот... Ну, как это сказать? Чем больше времени проходит, тем я больше уповаю на люкс, возвращаюсь к люксу, использую его с удовольствием и предпочитаю люкс ниши. И даже взглянув на свою коллекцию, я не против ниши, я готов за хорошую нишу хорошие деньги заплатить. Но дело-то не в этом. Просто к душе больше мне люкс. Хотя среди ниши навалом прекрасных таких вариантов, которых в люксе просто не существует. И если вы хотите чем-то таким пахнуть, нишевым, то вам одна дорога в нишу, в ту же самую. Здесь еще, видите, вклинились арабы, которые клонируют и копируют все, что не попадя. Они вообще по цене относятся к масс-маркету, но в каком-то в дальнем приближении они копируют нишевые ароматы, известные того же Тома Форда. Ут Вуд, табако-ваниль, флер табака там и прочее. Или Крит Авентус. Тоже нишевый бренд, но его копируют арабские какие-то, ну, не то что ноунеймы, они уже стали знаменитые. Потому что, допустим, в России, да и в принципе во всех странах любят, когда заплатить мало, а получить что-то похожее на знаменитый, знаменитый какой-то вот Крит Авентус, тот же самый. Арабов я даже не знаю, куда отнести. Это по цене масс-маркет, а по качеству композиции, ну, тоже, наверное, масс-маркет, потому что хоть они и копируют известные творения, все равно, когда вы носите на себе, может, в шлейфе все и перепутают. Но я лично ношу в первую очередь для себя ароматы, когда я чувствую все вот эти переливы, эту богатую базу, это для меня важнее, чем кто-то что-то скажет. Мне вообще, ну, в плане парфюмов-то, по большому счету, плевать, кто что скажет. Естественно, я в толпу не пойду, я к родителям не пойду, надушившись диоровским Leather Oud, который, ну, очень такой спорный, хоть и многими любим, но многие его просто не понимают, не воспринимают. К этому мы тоже вернемся по поводу не воспринимают. И, кстати, вот к слову, Dior Leather Oud бутиковая линейка называется. То есть, вроде люксовый бренд Dior, но у них есть бутиковая линейка. Так вот, бутиковые линейки это а-ля ниша, но от люксовых брендов, я могу сказать так. Хотя, опять же, тот же Serge Lutans, он, производя свои вот стандартные с круглыми крышечками флаконы, он, вроде как, особо не страдал, но в тот момент, когда парфюмерная вот эта истерия мировая, она начала набирать обороты, он тоже выпустил же свое вот это золотое сечение, где Lans & Dex, вот, и прочие другие ароматы с золотыми плашками такими, и которые стоят в три раза дороже, чем стандартные здания, он стал выпускать. То есть, тоже стал градировать свои творения. И плюс еще вот эти колокольчики по 75 миллилитров. Чем это назвать? Если сам Serge Lutans, это ниша, то тогда что такое вот золотое сечение? Это ниша в нише? Это супер, пупер, экстра, мега, откутюрная, эксклюзивная, какая-то не для всех ниша? Или что? Понимаете, да? То есть, каждый бренд стал вводить какие-то градации свои. И это окончательно всех запутывает, но рассуждать будем проще. Вот те, которые действительно не производят ничего, кроме парфюмов, это ниша. Есть потом условная ниша, типа Guerlain, Chese de Lancome. Есть ниша, которая условно ниша, а по сути уже и люкс, просто по конским ценникам это Tom Ford. И возвращаясь к вопросу, что же лучше, люкс или ниша? Вот смотрите, ниша, помимо того, что дистрибьюция маленькая, что рекламы нет, что ничего не производит, кроме ароматов, она еще характеризуется, по моему мнению, мнение низ воздуха, основана на многих прочитанных статьях, материалах, на анализе их. Ниша еще характеризуется тем, что ароматы, они не для всех. Вот именно. Много где их могут зафукать. И ароматы зачастую посвящены одному-двум ингредиентам. Вы, наверное, замечали ту же Армани взять, бутиковую вот эту линейку, приватную, где ценники выше небес. Там то Куих Аметист, то Абу Адон Санс, то какой-то там Уд еще какой-то есть. Рояль Уд, да, в Пхиве, Армани, линейки. То есть, не для всех и ориентированный зачастую на один, ну, то есть, основанный упор делается на один-два ингредиента. Вот чем характеризуется ниша. И что же лучше люкс или ниша? Я очень много на эту тему сказал в моем ролике. Какой же аромат самый комплиментарный? Попробую сюда вставить подсказочку. Ну, вы, если что, его сами найдете. Комплименты, антикомплименты. Самое смешное в том, что гораздо больше принятия и комплиментов вы получите на парфюмы люксовые, потому что они понятны для большинства. Почему они понятны для большинства? Да потому что люксовые ароматы их создают ну, относительно долго, с прицелом на фокус группы. Вот знаете, как для фильмов делают тестовый просмотр, прежде чем фильм выпустить в прокат. Вы знаете, что фильм сначала выпускают в тестовый прокат, там люди фукают и говорят, нам понравилось это, нам не понравилось то. И очень часто фильмы пускают на досъемки, снимают дополнительные эпизоды, потому что зрители зафукали, и тратят миллионы долларов на эти досъемки. Иногда фильм изменяется до неузнаваемости. Именно из-за того, что фокус группа проголосовала так или иначе. В случае с парфюмами то же самое. Фокус группы эти обоняют и говорят, вот он сильно едкий или он сильно свербит, он недостаточно стойкий, шлейфовый. И аромат точно так же отправляют на доделку. И вот только после того, как фокус группы случайно, не случайно, не важно, набранных каких-то людей разношерстных, только после того, как все одобрят, его запускают в производство. В старые времена, в 20 веке, люксовые парфюмы, конечно, выпускали гораздо более, ну, то есть, к подходу, к выпуску их подходили гораздо более монументально, нежели в наши дни, в 21 веке. Там, во-первых, ароматы сами выходили редко, во-вторых, фланкеров было меньше, в-третьих, их вылизывали, их отшлифовывали, их, ну, то есть, там много было времени на это. Сейчас же, в расцвет, в век расцвета парфюмерной индустрии, индустрии, даже люксовым брендам приходится выплевывать один за одним ароматы, они спасаются тем, что выпускают один какой-то флагман, ну, тот же Dior Sauvage, или Bleu de Chanel, или, лучше скажу, Guerlain L'Omodeal, и начинают выплевывать, знаете, чуть ли не каждый год фланкеры на него. то есть, вроде как, на рекламу лишних денег особо не потратили, название не выдумывали, а народ покупает, потому что это Guerlain L'Omodeal классический L'Omodeal, Cologne L'Omodeal, Eau de Parfum L'Omodeal, L'Antance L'Omodeal, Cool L'Omodeal Sport, вы понимаете, да, вот масштаб, им тоже приходится, и уже, ну, конечно, уже качество композиции, оно не такое выверенное, ну, нет, просто времени, уже штампуют, лишь бы деньги получить, но что делать? Но тем не менее, люксовые бренды, они больше заморачиваются именно, насколько это понравится большинству. Все равно, фокус-группы для любого фланкера, даже для ежегодного, они собираются, потому что у крупных брендов, у люксовых, у них есть на это ресурсы. А что же такое ниша? Ниша, это, вот, какие-то собрались энтузиасты, и решили, по большому-то счету, ребят, вот в наше время, 20-21 год, не стоит говорить о том, что это вот люди, которые за идею только работают, и вот они такие артисты, художники, может быть, сам парфюмер, артист и художник, но бренд, на который он работает, бренд, заинтересован, чтобы срубить бабла. Вы такие думаете, а за, откуда вообще будет бабло, если у нишевых брендов особо нет рекламы, они вот такие вот, нишевые, такие узкоспециалисты, ребят, на самом деле, все в порядке у них, почему? Потому что им не нужно покупать массированную рекламу на телевидении, вот на всех, они покупают в узкоспециализированных изданиях, то есть, там, сайт на тему парфюмерии, они покупают обзор, какой-то яркий, красочный, сочный, они покупают у блогеров рекламу, очень все это нативненько происходит, я знаю, я сам как блогер парфюмерный, я знаю, как это делается, мне, конечно, у меня канал маленький, мне никто ничего бесплатно не высылает из брендов, пока что, но, я знаю, вот допустим, Aventus, да, 10-летний юбилей, вот эта юбилейная коробочка, юбилейная бутылочка, что вы думаете, блогерам высылают, даже Крит сдался, Крит в старые времена, еще года 3 назад, по-моему, 4-5, он ничего блогерам не высылал, жадный очень бренд, очень жадничал, теперь он высылает, и не просто высылает, многие в комментариях у этих блогеров жалуются, что, вот, я-то заплатил 450 долларов за Крит, и мне прислали просто флакон в картонной коробочке, а блогерам, как, ну, какой-то респект, знаете, выражение респекта, им высылают в такой красивенной, пластиковой, сверкающей коробке, где написано Крит, открываешь этот кейс, и там в бархате лежит отдельно бутылочка, отдельно коробочка, коробочка, то есть они, бренды заморачиваются, чтобы блогерам выслать, не просто что-то выслать, чтобы они прорекламировали, а они даже вот делают какие-то бенефиты, скажем, и через блогеров, вы же понимаете, телевидение умирает, вы все это видите, многие из вас телек смотрят, вот я тоже не смотрю, у меня антенны нет уже лет 15, я абсолютно даже ни одного дня не задумался, как же мне грустно без нее, а YouTube набирает обороты, и вот YouTube блогерам они высылают, и нативненько, YouTube блогер показывает, вот новинка, вот она такая клевая, если YouTube блогер, он инфлюенсер, а таких много, ну что, каждый из вас же любит какого-то блогера, кто-то любит Пашку, а кто-то других, англоязычных, вообще их не счесть, вот им как раз высылают, ну потому, знаете, почему русским особо не высылают, потому что все-таки English, English, да, английский язык, он наиболее интернациональный, и в принципе, вот я же смотрю English блогеров, хотя я русский сам, и также весь мир смотрит, потому что многие его изучают в школе, то есть это тот язык, который принесет условному бренду, ну Криду тому же, да, максимальное количество просмотров, максимальный вот этот вот influence, вот в чем дело, только и всего. Все смотрят, вдохновляются и покупают, вы говорите, нет рекламы, это ведь, вы понимаете, вот именно нишевые бренды с их ценниками, они, конечно, не на массовую аудиторию рассчитаны, смысла нет платить за рекламу на ТВ нишевому бренду, потому что купят вот столько, а заплатят они вот столько, как за всю аудиторию, они лучше купят на нишевом ресурсе, на парфюмерном, заплатят столько, но там вот это столько, это будет стопроцентная целевая аудитория, вот и все. Для меня, как знаете, яркий пример, ярчайший, лет пять назад, Джереми Фрэгранс, у него тогда близко даже миллиона подписчиков не было, он стал продвигать аромат люксовый Каролина Эрера Сейч, по-моему, называется он, у меня он есть, но до сих пор название точно не знаю, ну, в общем, Сейч Фомен, по-моему, вот так вот, и я узнал об этом, вообще даже не посмотрев его ролик, а на сайте Base Notes, там обсуждалось вовсю, что вот Джереми продвигает, и там столько было, ой, что правда хороший аромат, никто о нем вообще не думал, он выпущен, по-моему, в 2005 году, а 5 лет назад это в 2015 уже был, то есть 10 лет аромату, и вдруг все о нем стали говорить, и все ссылаются Джереми Фрэгранс, Джереми Фрэгранс, то есть сила влияния блогера популярного, она просто неоценима в рекламе какого-то бренда, в данном случае люксового, но они продвигают и нишевые, вы же знаете, и я заинтересовался, да, я грешен, даже я заинтересовался, не то, что я стал его ролики смотреть, а просто я давать читать отзывы людей, которые, вот, мы посмотрели Джереми, мы купили, нам нравится, и мне нравится, и мне, и даже я себе его купил, ну, я не жалею, аромат-то нормальный, хороший, но это все, вся вот эта тирада моя, это все к слову, что рекламы нет, рекламы нет, но она есть, и она действенная, то есть просто нишевые бренды, они более гибкие, к современным реалиям, и они свое получают, чем еще отличаются нишевые бренды, что они вырастают, как грибы после дождя, и вот вырос какой-то, извините меня за грубость, хрен с горы, и говорит, у меня там самые лучшие компоненты, у меня самые лучшие парфюмеры, я вообще езжу по городам и весям, я вдохновляюсь природой, я собираю веточки, листочки, их все вдыхаю, живя в палатке, я дома не видел пять лет, и вот я все это создаю, свои уникальные композиции, все эти бла-бла-бла, начнем с, вот, ладно, не то, что начнем, а вспомним опять Крит, тот же самый, который чуть ли не с 1700 какого-то года производит парфюмы, на деле до 1970 года ни одного, ни единого свидетельства, что кто-то держал, кто-то имеет в собственности парфюм от Крида, что это такое, почему Шанель номер пять из 20-х годов навалом у людей в коллекции, почему там и Ланком тоже 30-х, 40-х годов у людей навалом в коллекции, вы подумайте, Айскрида только 70-й, да потому что все это, я считаю, дутая такая легенда, именно легенда, что такое легенда, того, что не было на самом деле, вот, и все, они придумывают для себя какие-то вот эти вот штуки и продают свои ароматы, и вполне успешно, поэтому Миша и Люкс они сосуществуют очень мирно, но про хрена с горы, вот он выдумал эту цену, и вы, вы просто, вот, у вас нету какого-то, знаете, фундаментального знания, что вот этот аромат проверен десятилетиями, им пользовалась моя бабушка, допустим, или, ну что-то вот, его там какие-то массы покупают, нет, вы слышите хайп от блогеров, вы слышите хайп на профильных ресурсах, и вы покупаете, и вы платите эти бешеные деньги, которые совершенно не оправданы, аромат столько, ну не стоит, как я оцениваю, ну вот у меня свои критерии оценки, это тема для другого ролика, но я понимаю, что аромат столько не стоит, но тем не менее за него готовы платить, тот же Крит Абентус, 450 долларов, он стоит в Соединенных Штатах, его скупают, как горячие пирожки, стоит он столько, да нет же, даже близко не стоит, а его покупают, сила, опять же, маркетинга, маркетинга, воплощенного через блогеров, и профильные ресурсы, вот и все, поэтому, что касается ниши, тут абсолютно такие, с потолка ценники взятые, как я считаю, не оправданы ничем, порой, бывает, конечно, ниша и вполне доступна, тем более, спасибо нашему серому рынку, что мы те же Криты можем покупать вдвое дешевле, скажем, и многие другие ароматы других марок, тоже вдвое, а то и втрое дешевле, тот же Каджал, я говорил, да, вот вообще цена к Плинтусу уже приближается, призаявленная изначально в 330 долларов, и в общем и целом нет ответа на вопрос, что лучше, люкс или ниша, люкс, он более выверен, более рафинирован, более переливчато, красиво, универсально, понимаете, универсально звучит, то есть, на любые случаи жизни, вот вы вслепую потянулись за флаконом, если у вас там люксы стоят, выбрали какой-то, напшикались, и идете довольным, и вам делают комплименты, ниша, это для прошаренных носов, это если вы едете на всесоюзный слет парфманьяков, где все уже знают, где все уже вычислят, что это либо Авентус, либо клон на него, это Блэк Афгана, либо клон на него, ну вы поняли, да, и так далее, и тому подобное, либо, ну, встречайтесь с людьми, которые любят ароматы, нанюханы, может у них в коллекции мало чего есть, но они как-то нанюханы, вот они уже, у них более придирчивый вкус, но чтобы удивить, не то, чтобы удивить, а сразить, покорить девочку, если вы мальчик, да, и наоборот, если вы девочка, пшикайтесь, лавея бель, ланком, или тот же вообще масс-маркет, Эйван Тудей, не устаю про него, говорить просто, бинго, я думаю, что все будут просто в восторге, возникает вопрос, стоит ли платить те деньги, или не стоит, но, понимаете, аппетит приходит во время еды, и это как перцы какие-то острые, я вот люблю острые блюда, ну, я соусы очень люблю, помимо этого, а чем еще сделать блюдо острым, не будешь же готовить там целый тазик оливье острым, я готовлю тазик оливье, и по вкусу добавляю какой-нибудь табаско, и вот с тех пор, как ты попробовал классический табаско, ты уже к нему привык, тебе хочется острей, ты покупаешь табаско хабанера, а потом ты покупаешь табаско скорпион, а потом ты начинаешь покупать специализированные какие-то соусы, которые для нормального человека просто умереть не встать, это я к тому, что аппетит именно приходит во время еды, то есть мне уже недостаточно каких-то приятных для всех, мне уже хочется жестить, на эту тему можете посмотреть мой ролик «5 стадий развития парфманьяка», вот там я обо всем рассказываю, что любой парфманьяк на каком-то этапе, он начинает вот жестить, и для этого только ниша, люкс не подойдет, понимаете, вот здесь люкс никак, и с обратной стороны посмотрим, если вы хотите быть crowd pleaser, то вам либо какую-то нишу для всех понятную, ну крит возьмем, крит это такая уникальная ниша, ну в принципе и Джо Малон тоже, туда же относятся, есть еще такие, и ателье колонь, в общем-то по большей части своей, это такие универсальные бренды, где вы заплатите вот кучу денег, но ароматы будут понятны всем, ну вы же понимаете, что ниша не ограничивается этими несколькими универсальными брендами, их там гораздо больше, и мы сознательно стараемся покупать вот что по, ух, вот как сегодня, что сегодня в группе обсуждали у нас, аромат паяльника, потом выяснено, что это все-таки аромат канифоли, и камаз асфальта кто-то хотел, и Наташа говорила про гнилые огурцы, гнилые свежие огурцы, вот так вот, Наташа, ты спрашивала, бывают ли гнилые и соленые, я думаю, что бывают и соленые, и тоже гнилые, никакая проблема, вытащи соленый огурец, выложи его на солнце, я думаю, что через день яркого солнца он у тебя сгниет, поэтому подытоживая все мои слова излияния в данном ролике, я скажу, что ниша ничуть не лучше люкса, и тем более, тем более, вот эти бешеные бабки переплачивать за то, что где-то как-то безумно захайпован аромат, тем более не стоит, понимаете, не забывайте, что если блогеры, крупные особенно, что-то усиленно продвигают, это скорее всего им заплатили, это нормально, это их заработок, но рекомендую не вестись на это, рекомендую доверять, как всегда, своему собственному носу, ориентироваться лишь на него, и не фукайте вы на люкс, не пренебрегайте, да, может быть, в наше время люксовые ароматы уже немножко не те, но это уже, знаете, я вот когда говорю так, что немножко не те, я себя начинаю чувствовать старпером, который вот в наше время, и трава была зеленее, и небо голубее, и деревья выше, стараюсь вот не придерживаться такой жесткой точки зрения, в наше время все равно люкс производит отличные ароматы, тот же Диором 2020, может быть, я и не фанат его, но я вижу у себя даже в группе, люди, ну они кайфуют от него, а девчонки комплименты делают, ну что еще надо, и стоимость у него, извините, там за 5000, или за 4 даже 50 миллилитров, вы покупаете Диор, или ниша какая-нибудь за 20, сравните, есть же разница, но при этом с нишей, гораздо больше вероятности, что вас зафукают, вы купили за 20, а вас зафукали, вы купили за 5, и вам сказали, вау, секси, и на шею вам вешаются, вот и думайте сами, решайте сами, я чувствую, я на эту тему еще долго могу говорить, вообще, ко многим темам я хотел бы еще и постскриптумы, постскриптумы делать, и как-то расширять, и дополнять, я думаю, что буду это делать со временем, за 7 я с вами прощаюсь, надеюсь, этот ролик был вам полезен, и чисто попацанячие, ребят, накидайте пальцев этому ролику, по-братски, камон, до новых встреч, ребят, пока, супер хай, Субтитры сделал DimaTorzok